Губернатор Виктор Томенко призвал общественные и религиозные организации активнее выступать с инициативами. Сегодня прошло заседание Президиума Совета по вопросам реализации государственной национальной политики при правительстве Алтайского края. Виктор Томенко отметил, в современных условиях большая роль в сфере реализации национальной политики отводится совещательным органам с участием представителей институтов гражданского общества. Глава региона поблагодарил участников совещания за вклад в поддержание мира и согласия в Алтайском крае. Этиции у нас в крае заложены очень серьезные, глубокие. Также я думаю, что за прошедшие 5-6 лет нашей совместной работы нам удалось их поддержать и даже некоторым образом еще развить. Нельзя здесь остановиться и нельзя ошибиться. Каждый шаг наш должен быть выверен, обсужден, просчитан и с полным пониманием двигаться. В развитии и реализации государственной национальной политики. Сегодня профильные органы власти взаимодействуют с 57 национально-культурными общественными объединениями. Это важно для укрепления межнационального согласия и гражданского единства народов края. Для общения представителей различных религиозных конфессий, направлений и даже идеологий нужно искать прежде всего то, что у нас есть общее, что объединяет нас общие законы нравственного и духовного развития. Такие нравственные категории, как милосердие, добрые и участливые отношения к людям, вне зависимости от того, какого они цвета кожи, где проживали, когда родились. В заседании участвовали руководители общественных и религиозных организаций. Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий, главный имам Алтайского края Фагим Хазрат, руководитель регионального отделения Ассамблеи народов России Елена Буянкина поделилась с достижениями за прошедшие годы. Свой посильный вклад я сам и все наши имамы Хатыбы стараемся выносить через работу с нашими верующими, особенно приезжими, объясняем им правила поведения, рассказываем об Алтайском крае, стараемся разъяснить им необходимость изучения государственного языка, русского языка. В последние годы серьезное внимание уделяется социальной и культурной адаптации иностранных мигрантов, отметили на заседании. В работу вовлечены органы соцзащиты, образования, здравоохранения, управления по труду и занятости и территориальные органы медицинского страхования.